Дмитрий Фреско Оно для классического штруделя вытяженное. То есть принцип приготовления тот же самый, что в китайской лапше, ну или, например, в Угбургском лагмане. Вариантов, я сейчас про состав теста, величайшее множество. Я за последнюю только неделю перепробовал три разных рецепта, пока не остановился на последнем. Семья уже косо смотрит, надоел им штрудель, спас он, нет, хотят чего-то новенького. Тяжела она жизнь бета-тестеров. Ладно, хватит болтать, давайте приступим. Состав простейший. Мука пшеничная высшего сорта, соль, вода, чуть-чуть сахара, одно яйцо среднего размера. Обратите внимание, во-первых, граммовки я всегда указываю в описании ролика. Так вот, мелкие яйца весят 40-45 грамм, крупные 70-75. Так, яйцо сюда. И примерно столовую ложку масла добавлю. И вымешиваться. Вымешивать надо долго. Так вот, в этом рецепте на 275, примерно 275 граммов муки, идет 125 граммов воды, ну или 125 миллилитров, и одно среднее яйцо. Яйцо жидкое. То есть, получается, что в зависимости от крупности яйца, который вы возьмете, общее количество жидкости, отмеренное количество муки, может быть от 165 грамм до 190-195. То есть, разница может достигать 15-17%. И как вы прекрасно понимаете, в одном случае может получиться совсем жидкое, очень липкое тесто, а в другом очень крутое. И в обоих случаях вы замучаетесь тянуть такое тесто. Поэтому я даю точнейшие граммовки в расчете на свою муку. Мука у всех разная. Разные способны к лагопоглощению. Разное содержание клейковины. Поэтому взвесьте на весах яйца, которые вы собираетесь использовать. Пересчитайте граммовки. И приготовьте по пересчитанным граммовкам тесто. И запишите обязательно все граммовки, которые вы использовали. А потом, при необходимости, в следующий раз скорректируйте рецепт. Вымешиваться тесто надо не меньше 20 минут. Это тоже очень важный момент. Я постоянно к зрителям канала уже плеш проел про важность длительного вымешивания. Новым зрителям сообщаю. В конце этого видео повешу ссылочку на ролик, где я рассказываю и показываю главным образом, что происходит с тестом при действительно длительном вымешивании. Про клейковину, про бутен. Если не видели, посмотрите. Пока я болтал, 20 минут уже прошло, и тесто вымесилось. Давайте снимать. Смотрите, какое тесто получилось. Оно все еще липнет к рукам, но не сильно. Если его обминать такими вот легкими движениями, то вроде как и нормально. Но стоит чуть подзадержаться или сильнее прихватить, и готово, прилипло. Сейчас смажу его растительным маслом. И после этого оставлю в покое, чтобы клейковина от влаги окончательно навухла. А сам займусь содержимым будущего десерта. Штрудель может быть вообще с какой угодно начинкой. И со сладкой, и с капустой, например. Я сделаю классический, с яблоками. Но к яблочной начинке хорошо добавить изюма. А изюм хорошо замочить в роме. Я, признаться честно, почти не пью. Бутылки рома или коньяка открытые у меня по году стоят. А то и по два. Потому что расходуются у меня эти напитки только на готовку. Разве что вискарик иногда себе позволяю. Так, может быть, один раз за два, за три месяца. Граммов по 60. Короче, скучный тип. Ладно, займемся яблоками. И для этого я воспользуюсь вот этим чудо-агрегатом. Купил его, уже не помню в каком сетевом магазине. И сделана эта штука китайцами. И она, конечно, не такая прям супер-пупер-быстрая, как можно было бы подумать. Но с ней я чищу яблоки раза, наверное, в четыре. Быстрее, чем ножом. Отодвигаю. Насаживаю яблоко. Проверяю центровку. Сдвигаю назад. И поднимаю нож для чистки шкурки. Поехали. Начала сниматься шкурка. И яблоко дошло до второго ножа. Теперь надо аккуратненько помочь второму ножу врезаться вплоть до яблока. Так, чтобы сердцевина так и осталась по оси. Проще показать, чем объяснять. Смотрите. Теперь опять быстро крутим ручку. Вуаля! Яблоко очищено и разрезано спиралью. Согласитесь, быстрее, чем чикать с ножом. Если где попадется на глаза, подумайте над приобретением. Реально, ускоряет процесс. А теперь все то же самое с остальными яблоками. Вот в таком ключе. Теперь можно приступать к сборке штруделя. Одно маленькое, но очень важное замечание. Обязательно вам понадобится либо большое полотенце, плотное, ну, какое-нибудь льняное. Гладкое. Либо скатерть. Короче, такие тряпки, которые не жалко испачкать мукой. Без них лучше даже не приступать. Этап первый. Обильно подпыляю стол мукой. Так, теперь тесто. Его надо для начала разровнять скалкой. Нет, конечно же, супер-пупер профессионалы могут сразу растягивать ладонями. Но на первых этапах скалка позволяет получить такой более ровный по толщине кусок. Легче потом будет равномерно растягивать. И обратите внимание, банальность, конечно, но вдруг кто-то не знает. Я раскатываю. Естественно, подсыпаю муку, чтобы не прилипало. Так вот, раскатываю в одном направлении. А теперь сверху муки и переворачиваю вот так. И теперь начинаю раскатку поперек. Так получится более равномерно. Ну и хватит. И переносим все на скатерть. Аккуратно разложу посередке. Почему скатерть? Да потому что на ней тесто не скользит, как на столе. Удерживается за счет трения. И поэтому растягивать его легче. Я тяну не пальцами, а тыльной стороной ладоней. Так оно тянется равномерно и не рвется. Тянуть надо как можно тоньше и равномернее. Скатерть в результате должно быть видно сквозь тесто. И главное не торопиться. Вот такой отличный пласт получился. Вот эти толстые краешки надо отрезать. Это все в отходы. Ну или можете отдельно раскатать и еще что-нибудь сладкое или не очень сладкое замутить. А сюда выкладываем начинку. Вот так. Теперь яблоки. Не довожу их до края на несколько сантиметров. Если яблоки у вас слишком сладкие, можно сбрызнуть их лимонным соком. Короче, пробуйте свою начинку и комбинируйте ее на свой вкус. Яблоки без корицы нонсенс. Так что обязательные корицы сюда. А теперь немного панировочных сухарей. В духовке яблоки обязательно дадут сок, а панировочные сухари частично его впитают. Так что есть надежда, что не весь он вытечет. Ну и изюм замоченный в роме. Не забыли? Сначала присыплю немного сахаром. И не переживайте насчет алкоголя. Его здесь настолько мало, что крепость начинки будет меньше, чем у кефира, например. Остается только свернуть. И скатерть в этом нам поможет. Тесто очень тонкое. И без скатерти вообще все порвется. Так, сначала этот край. Так, так, отлично. Теперь можно подвернуть краешки. Да, я неоднократно видел, как их не подворачивают, а оставляют. Но мне по душе такие более аккуратные рулеты. И продолжаем скатку. И обратите внимание, начинку я укладывал только на половину листа. И теперь на эту часть надо добавить немного растопленного сливочного масла. Вот так. Может даже кисточкой пройтись. И теперь скатываем до победного конца. Вот так. Так. И так. Готово. И осталось только переложить его на противень. И это перекладывание тоже лучше делать скатертью. Я противень застилаю бумагой для выпечки. А кое-кто смазывает его маслом. А я смазываю маслом сам штрубель сверху. Отправляю в печь. Температура 180-190 градусов. Готовность определяйте по внешнему виду. Штрудель подают к столу теплым. И частенько к нему идет еще и мороженое. Но мне хочется еще приготовить и ванильно-карамельный соус. Давайте займемся. В сковороде растапливаю кусочек сливочного масла. И практически сразу добавляю сахара. Вот так. И на среднем огне, чтобы ничего не горело, но сахар при этом топился, все грею. И помешиваю. Мне надо получить карамель. Только осторожней. Она очень горячая. Чем дольше греем, чем сильнее, тем более коричневая карамель получается. И тем более сильный вкус она имеет. В этом вопросе ориентируйтесь на свои желания, на свои представления. Какую по крепости вкуса карамель вы хотите получить в конце концов. На этом я остановлюсь. Добавляю огонь до совсем слабого. И энергично помешаю, чтобы чуть остыло. Мне сливки в нее сейчас добавлять. И если в раскаленную их добавить, можно шваркнуть. Сливки очень холодные были, поэтому карамель сразу схватилась. Сейчас прогрею ее на сковородочке, чтобы растворилась. Вот она уже на глазах просто расходится. Смотрите. Ну и ваниль надо добавить, раз у нас соус карамельно-сливочно-ванильный. В любом удобном для вас виде. Хотите в виде ванильного сахара, может быть ванилина. У меня вот завалялась ванильная эссенция. Ее и добавлю. И перемешать. Отлично. Соус готов. Да и штрудель тоже. Все-таки часть сока вышла наружу. Можно было бы, наверное, сухари панировочных чуть побольше положить. Остается сервировать. Сначала кусочек штруделя. А теперь мороженое. У меня ванильное. И карамельный соус. Ну и, пожалуй, чуть-чуть сахарной пудры. Для красы. Слегка запрошить все сверху. И знаете что? Гулять-то гулять. Есть у меня сироп из бальзамического уксуса. Думаю, что несколько капель не повредит. Все. Готово. И как по заказу, солнце выскочило. Сразу жарко так стало. Такой вот простейский десерт. Мука, вода, яблоки. Все остальное не принципиальных хоряшки. Мне такой вариант теста для десертов нравится гораздо больше, чем всякие десерты из слоеного теста. Потому что в слоеном тесте чудовищно много масла. Там на 200 граммов муки 100 граммов используется. А здесь я в этот штудель добавил на те же самые 250-275 граммов муки кусочек, ну, наверное, весом граммов 20, не больше. А здесь тесто, по сути, так же слоится, но без масла. И немного соуса. Обожаю яблоки в десертах. Я вообще не любитель сладкого, если речь идет не о дрожжевой выпечке, не о пирогах. Но вот такое вот тесто, слоеное, с яблочками, кисло-сладкими, яркими, с добавлением соуса карамельного и с бальзамиком, решает. Штудель иногда съесть еще теплым, так что рассчитывайте свои силы, либо приглашайте друзей. Стандартно сочетается, как мороженое с карамельным соусом в бальзамиком. Отлично. И если кто-то из вас считает, что нужно снять ролик еще и с несладкой начинкой, например, с капустой, пишите в комментариях. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, обещанные ссылки вот здесь. А теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok